Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем с вами наше изучение недельной главы Торы Экев. И здесь есть благословение. Интересно насчитывает источник Адера Тельягу. В стихе 7.13 он считает 10 благословений. Первое он возлюбит тебя, второе он благословит тебя, третье умножит твой род, четвертое благословит плод твоего чрева, пятое плоды твоей земли полезные ископаемые, шестое твое зерно, седьмое твое вино, восьмое твое масло, девять твоих быков, десять стада твоих овец. Такие 10 благословений мы получаем. Раба иной Ефрая благословенной памяти добавляет, что перечисленные здесь 10 благословений, это награда за соблюдение 10 речений, лежащих в основе всех заповедей. То есть вот 10 речений, мы называем их 10 заповедей, вот такие благословения, вот эти 10 благословений соответствуют им, которые мы перечислили. Маше особо подчеркивает, что мы должны полностью истребить идолопоклонников, живущих в стране Ханан, которую нам Всевышний дарит. Если сыны Израиля этого не сделают, то кажущееся милосердие Всевышнего обернется жестокостью, так как в конечном итоге оставшиеся в Эс-Сраиль Хананеи развратят евреев. И задача была Егошева выполнить то, что Маше передал уничтожать полностью вот эти 7 народов Кнаана, не всех данного жителей Кнаана. Кого-то и знать, но вот эти 7 народов, которые перешли все границы, написано, что еще не полна виновна Семарея, но теперь уже полна. Теперь они полностью подчиняются воле Всевышнего. Все, они подержат уничтожение. Пишется, что они так служили идолам, что сжигали свои детей на жернике. Всевышний ему 800 лет просил их это не делать. Но нет. Они это делали. Считали, что если первенцы, допустим, сжечь идолу на костре, то остальные дети будут счастливы. И такое они творили. И многие вещи подобные они творили. И Маше также предупреждал, чтобы с евреев не страшило многочисленных этих 7 народов. Ведь каждый из этих 7 народов был больше численностью во много раз, чем все сыны Израиля. Но так же, как Всевышний поступил с египтянами, как он поступил с Сихоном, с Огом, царем Башана, с Медьяном. В общем, не надо бояться. Вперед и все. Со Всевышним победим мы всех. И Всевышний сказал, что мы уничтожили идол Кнаана. И он не будет сам уничтожать идолов Кнаана, так как он взял в Египте. Что железных он расплавил и деревянные сгнили идолы. Так погубил Всевышний всех идолов Египта. Совершил над ними суд. Здесь нет. Вот эта задача уже наша. Мы вступаем в страну Кнаан. И мы обязаны сами выполнять постановление уничтожить идолов. И нам, заповедно, относиться с идолами с презрением, которого они заслуживают. Не называть их присущими именами, но говоря о них, пользуйтесь уничижительными прозвищами. Вот так вот. Теперь интересно, Медраж, который говорит о главе Экем, говорит о царе Минаше. У нас был величайший раф, раф поколения, звали его раф Аши. И во сне ему пришел известный царь Минаше, который был сыном величайшего правила Хахискияв. Но он сам был величайшим идолопоклонником, потому что он до такой степени занимался идолопоклонством, что превзошел Кнаане в идолопоклонстве. Всевышний его уничтожал, но сделал так, что его заковали в кандалы и отправили его в Вавилон. Вдруг он начинает поменять всевышнего, начинает молиться. Молится, невзирая ни на что. Как бы ни было, начинает молиться. Вспомнил, как его отец молился всевышнего, то, что он не хотел делать. Всевышний, удивительно, возвращает его опять. Домой еще и на трон посадил. В общем, он прожил, по-моему, 52 года был царем, потому что его папа был праведник невероятный. И мы знаем, что заслуги отцов, дети получают награду. И бывает, что человек плохо себя ведет, но рядом другие люди, которые плохо ведут, страдают, а он как-то меньше страдает, потому что были заслуги его родителей. И тут это работает. Так вот, Рав Аши с ним разговаривал. И он говорит, зачем, спросил Рав Аши, спросил, вы идолам поклонялись. И ответил ему Минаше, если бы ты жил в том поколении, ответил Минаше, ты бы ухватился за край облачения идольского и за идолом бежал бы. Это тактан Сангидрин 101 в Талмуде. Это расписано. То есть, наши мудрецы говорят, что эти цари, это не были простые люди. Они были действительно великими людьми, но да, они что-то делали плохое. Царь Минаше действительно уже превзошел все ожидания. И наш мудрец Рав Аши вообще лишен за это в жизни в будущем мире. Но, когда он спросил величайшего мудреца поколения, вот это он во сне спросил Рав Аши. Он ему говорит, ты вот мудрец говорит, а ты мне скажи, а как правильно халу разрезать? Как взять халу, взять нож разрезать? В каком месте халу надо правильно резать? И Рав Аши не знал. Он не знал, что ему ответить. Он ему говорит, надо ее резать в том месте, сбоку, там где она лучше всего пропеклась. В самом тонком месте. Вот так нарезать халу. То есть, даже мудрец поколения не знал такого ответа. То есть, они не были простыми людьми, цари наши. И поэтому осуждать их за идлопоклонство нам очень трудно, как это было. Потому что настолько было тяжело это выдержать, что мы просили Всевышнего, Всевышнего уберегать идлопоклонство. Почему мы страдаем так? Нам сейчас, для нас сейчас идлы, нам они вообще ничего перед собой не представляют. Никто из нас не вздумает сейчас вырубать из дерева какую-то статую и молиться. Никому ума на это даже не хватит. Но Всевышний это убрал, а была тяга сумасшедшая. То есть, наши мудрецы попросили Всевышний убери этих идолов, что мы страдаем сильно. И разврат, была тяга сумасшедшая к близким родственникам. Убери это. Тоже убери. Всевышний убрал. Тягу к разврату. И идлопоклонство убрал. Потом мудрецы говорят, смотрите. Говорит, куры яйца перестали нести. Уже животные не спариваются. Так мы говорим, Всевышний, так что ж ты сделал, мы так все умрем. Мы все умрем. Ты что ж ты сделал, убрал это все. Малиансий, Всевышний тогда вернул тягу. Мужчины к женщине тягу вернул. Тягу к близким родственникам забрал. Но лишил нас пророчества. Пророков больше не было после этого. Уровень пророчества исчез. Теперь у нас пророков нет. Раньше были пророки, к которым мы обращались. Это же по обычным нуждам. Потому что мы читаем, читаем в Танахе, что потерялись ослицы. И он, это отец, послает сына, которого зовут Шаул, наш будущий царь, идти к пророку и узнать о судьбе ослиц. То есть можно было пойти к пророку и узнать, где делись ослицы. То есть даже так. После этого Всевышний убрал это пророчество. И теперь у нас этого нет. Но у нас есть Тора. И у нас есть наши мудрецы. Есть у нас современные раввины. И мы можем спрашивать, как нам поступать. И это уже немало. А на сегодняшний день наш урок заканчивается. Урок был дан за бодяги души Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, Хая Малка Бат-Йосим, Мира Бат-Аврагам, Роза Бат-Михаэль, Цимын Бен Герш, Памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Надежда Бат-Йосим, За здоровье Светлана Бат-Клара, Шимон Бен Ицхак, Борис Бен Мария, Анна Бат-Ривка, Полина Перм, Бат-Соня Сура, Лена Бат-Клара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Евгений Бен Софья, Двойра Бат-Мирьям, Моисей Бен Ева, Инна Бат-Войра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат-Маэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат-Ита, Фира Бат-Ана, Геннадий Бен Елена, Леон Бен Клара, Ида Бат-Рива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат-Белла, Замазал Пароноса Сгула, Ирина Батури, Арона Ребен Ри, Захороший Дух, Арона Ребен Двойра, Денис Бен Нахум, Абигаль Бат-Сара, Пароноса и Бриют, Владимир Бен Рая, Марина Батрая, Борис Бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем Брахам Пароноса Кавана, Мазал Тол, что мы это время не грешили, Учили Тору, И делитесь видео с друзьями, Чтобы как можно больше людей знало о Торе, И надеюсь встретимся завтра в 15.30 в это же время. Шалом!